Регистрация сообщения о предполагаемом преступлении – тот механизм, который запускает в движение большую часть уголовных дел. Далеко не всегда полиция фиксирует эти сообщения. Бывало, юрист назовет вам несколько причин, почему конкретный лейтенант в дежурной части мог не принять ваше заявление. Но сейчас разговор не об этом. Борьба с сокрытиями практически всегда была одной из главных работ прокуратуры. С моментом регистрации сообщения о преступлении связан момент возникновения предусмотренной федеральным законодательством обязанности органов правоохраны по проверке этого сообщения, пресечению и раскрытию преступления. А у потерпевших – возможности реализации гарантированных Конституцией прав на защиту от преступных посягательств и возмещения причиненного ущерба. Кроме того, нельзя забывать о том, что в случае сокрытия преступления от учета, предусмотренные законом механизмы привлечения виновного лица к ответственности, остаются незадействованы, а виновное лицо – ненаказанным. Безнаказанность, как один из самых серьезных криминогенных факторов, влечет в совершение новых преступлений, что серьезно нивелирует усилия государства по профилактике криминальных деяний. Кроме того, необходимо отметить, что вот эта работа прокуроров по соблюдению законности в указанной сфере, она способствует формированию максимально объективной статистической картины о количественном и качественном состоянии преступности, что имеет серьезное значение для принятия государством адекватных мер по противодействию этому социальному злу. В связи с этим на криминальную статистику по итогам 2011 года смотришь уже по-другому. Цифры показывают снижение числа совершенных преступлений практически по всем пунктам. Такую картину хором выдают пять субъектов УРФО из шести. Только на Ямале общие показатели практически такие же, что и раньше. Наибольший процент снижения в Свердловской области – почти 20% за 2011 год по сравнению с 2010. Там, где неискушенный глаз видит повод для оптимизма, прокурор скорее насторожится. Указанные цифры вызывают определенное недоумение. Тем более, что органы прокуратуры, итоги работы органов прокуратуры за истекший год показали, что нами выявлено без малого 17 тысяч преступлений, ранее не получивших законной регистрации и разрешения. Среди них это 28 убийств, 300 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, более 500 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 580 грабежей, разбойных нападений на граждан и организации, свыше 5 тысяч краж личного имущества, другие опасные криминальные деяния. При этом права более 4 тысяч наших земляков, потерпевших, уже восстановлены, а виновные лица понесли ответственность. В этом году работа продолжена. Только за первые два месяца текущего года восстановлено на учете 2231 преступление, ранее не получившее законного разрешения. Убежден, что и в текущем году усилия прокуроров, они не будут ослаблены, а наоборот мы сделаем все возможное для того, чтобы обеспечить эффективную защиту прав граждан от преступных посягательств. Сокрытие преступлений – это само по себе тоже преступление, причем серьезное. Как минимум, это означает злостное неисполнение должностных обязанностей, как максимум – соучастие. Поэтому наказание здесь существенное, и, что важно, им подвергаются не только рядовые исполнители, но и руководящий состав. В каждом таком случае прокуроры вынуждены ставить вопрос об ответственности и принимать адекватные меры реагирования. Так, только в 2011-2012 годах по требованию прокуроров за допущенные беззакония к дисциплинарной ответственности привлечено 4872 сотрудника органов правоохраны. Из них 872 – это руководители, не обеспечившие надлежащий ведомственный контроль за работой своих подчиненных. Более того, по фактам наиболее злостных должностных злоупотреблений, служебных подлогов прокурорами ставится вопрос о привлечении таких лиц к уголовной ответственности. Вот только за прошедший год было возбуждено более 20 дел в отношении таких нерадивых сотрудников. Большинство из них уже завершены, следственное расследование большинства из них следственными органами завершено, а по ряду из них уже вынесены обвинительные приговоры. Поэтому надеюсь, что вот эти суровые меры, они все-таки будут серьезным уроком для того, чтобы не допускать подобных нарушений впредь. В результате вмешательства прокуратуры в 2011 году дополнительно поставлено на учет почти 17 тысяч преступлений, которые полиция не регистрировала. В том числе 28 убийств, 300 причинений тяжкого вреда здоровью, 544 разбойных нападений и 36 грабежей. Особо интересный случай отмечен в Югре. Начальник Нижневартовского обнона приговорен к 10 годам лишения свободы за то, что забыл зарегистрировать 37 грамм изъятого героина. Наркотик полицейский хранил дома с целью последующего сбыта. Особое место в ряду сокрытий занимает нерегистрация сообщений об известных исчезновениях граждан. То самое нет тела, нет дела. Хотя известно, что чем раньше человека начинают искать, тем больше шансов его найти. В большинстве, в 90% случаях, мы действительно сталкиваемся, прокуроры сталкиваются с вынесением незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по различным причинам. Но действительно, вскрываются нами и факты прямого откровенного отказа в регистрации преступлений, либо отказа в регистрации, либо нерегистрации таких преступлений. Зачастую пострадавших от преступных посягательств под различными предлогами уговаривают забрать объяснение, объясняя это либо чрезвычайно высокой нагрузкой, либо невозможностью установить личность, либо разыскать преступника. Однозначно, все эти действия неправомерны, и нами только в текущем году выявлено 41 факт нерегистрации таких сообщений. Естественно, в каждом таком случае, а тем более в отдельных случаях, вот такие нарушения связаны с откровенной фальсификацией материалов доследственных проверок, с искажением объяснений и заявлений потерпевших и свидетелей, а иногда и с подтасовкой документов о виде или размере причиненного вреда. В этих случаях прокуроры ставят вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении таких сотрудников и расследовании указанных фактов. Если вы считаете, что вам необоснованно отказали в возбуждении уголовного дела, обращайтесь в прокуратуру. Есть такая шутка, что прокуратура – это бесплатная адвокатура. Юридически не совсем корректно, но фактически примерно так дело и обстоит. Главное – обратиться. Для начала можно прийти лично, граждан принимают по рабочим дням. Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен четкий механизм обжалования незаконных действий и отмены незаконных процессуальных решений. В каждом таком случае я призываю граждан активно отстаивать свои права, обжаловать данные действия непосредственно к руководству органов следствия и дознания, обращаться с жалобой в прокуратуру, либо непосредственно на личный прием к прокурору. Кроме того, законодательством предоставлена и возможность обратиться с жалобой посредством общедоступных коммуникационных сетей, в том числе сети интернет. На сетевых порталах управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе и прокуратур всех субъектов имеются соответствующие интернет-приемные, которыми можно воспользоваться для направления соответствующей жалобы либо иного обращения, которое попадет на стол непосредственно к прокурору. Еще раз хотел бы обратиться к телезрителям с просьбой использовать все предусмотренные законодательством возможности для отстаивания своих прав. Ну а органы прокуратуры в дальнейшем будут прилагать все усилия для эффективной реализации правозащитной функции прокуратуры и отстаивания законных интересов граждан. Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе расположено по адресу Екатеринбург, Пушкина 3. Сайт в интернете www.genprog-urfo.ru